теперь я есть все теперь я везде вот это ощущение присутствие в любви тебя вовсю от радости осознание этого факта я начал целовать все в доме там даже жену дочку когда да ну даже до спустя там 30 лет и кота как кот у меня вообще был на первом месте потому что мой друг был самый близкий с ним всегда можно было помолчать на любую тему он всегда понимает знает все и это действительно было удивительно это странная эйфория любви некоторое время сопровождала меня повсюду где-то течение месяца на это было вот и на работе они с того ни сего расцеловал при встрече человека другого страшный человек с которым у меня был жесточайший конфликт по расследовательским делам он удивился вот обычно он если я с ним здоровался я с ним здоровался он обычно что-то бурчал и так гневно на меня смотрел а тут друг я его обнял с новым годом что-то он удивился думал что такое произошло тогда что случилось но это было искренне абсолютно потому что я не питал к нему никаких никаких этих самых неприязненных чувств его с момента духовного рождения чтобы было интересно во мне меня никто не мог обидеть все то есть вот орган который обижается мне исчез и обидеть было невозможно с этого момента до этого что у меня было положительно я никогда никому не завидовал это был положительный момент я понял потом что по жизни у меня зависти никому никогда не было то что я понимал что если захочу кем-то быть я буду успешным богатым там еще кем-то но мне это был не надо и я никому не завидовал кто вот в этих категориях жизнь свою выстраивал никогда у меня там не было что я жил больше внутренней жизни для меня это было самое главное я как свою внутренний мир оберегал и не стремился никаким там карьером просто дал не нужно мне лично не нужно был чтобы утвердиться или там еще для чего на улице все прохожие мне казались божественно чистыми все вот ну лапочки так независимо от пола возраста национальности вот это факт и готов я был их всех обнять и признаться в любви меня никто не мог обидеть вот именно от орган обиду меня тоже исчез вот исчез я уже говорил и все и какое-то время я улыбался улыбался как мне говорили дома улыбка идиота или блаженного мне было просто хорошо вот нормально и улыбка сама по себе она на лице просто была как знак того чтобы мне хорошо всем плохо вообще и дома там всем плохо ну всегда всем плохо ведь вы находили человек какой-нибудь который сказал мне хорошо редко да бывает либо он подарок получил либо кого-то обманул там удачно вот ему хорошо в какой-то момент а чтобы всегда было хорошо и ты улыбался это вообще как-то странно было и дома нами осмотрели так вот в поликлинику сходить не предлагали но но выводя буйство никакого не не совершал но что-то странно это было конечно я понимаю что это такое и действительно я же был новорожденный все-таки родился в каком-то ином совершенно качестве вот этот новый мир вот вибрации этого на умер этот новый воздух он действительно делает тебя немножко сумасшедшим каким-то опьяненным вот этим этой новизной этот острый период сумасшествия где-то продолжался около месяца потом острота новизны и состояние спала и вот эта новая сущность стойку твердилась повседневная жизнь она вышла на первый план стала верховодить верховодить теперь повсюду в любое время в любой ситуации во мне присутствовала глубинная ничем не обращаемая радость и чем эта радость понятно она не принадлежит окружающему физическому миру а потому она непоколебима никакие события физического мира не могут ее нарушить вот она на другом плане это радость вот она с физическим миром соприкосновения не имеет вот вот так было со мной и повторяю что мой вариант сознательного рождения духовного один из самых тяжелых это наверно хорошо поскольку я более легкие варианты прекрасно понимаю если бы у меня был достаточно легкий вариант у наверно мне сложнее было понять сложные варианты хотя все равно бы понял наверно но тем не менее пройти через что-то тяжелое тяжелое в качестве так сказать приобретение опыта для того чтобы всю палитру вот этих вариантов духовного восстановления видеть и ощущать это было на иночем полезно очень полезно мы было не страшно это было ну что ли не долго недолго но трудновато в том смысле вот когда читаешь и когда рассказываешь люди думать ой какой ужас на самом деле особо уже что не было но состояние был ну такое достаточно напряженная есть месяц полтора вот или месяц наверно такой напряженность это было если говорить о состоянии эйфории вот эйфории любви тебя буквально захлёстывает вот то в острый период хотелось действительно каждого обнять каждому в любви объяснить все таскать таскать как бы поставить на свои места но оказывается потом когда этот период острый немножко паутих окажется твоя любовь которую ты хочешь как бы дать людям или подарить людям большинству из них вовсе не нужно они смотрят на тебя как не вполне нормального человека а для того чтобы любовь принимать вот ту любовь которая открывается в тебе нужен приемник да у человека такого же качества который открылся в тебе ты источник и есть приемник да то есть на одной волне надо работе а это не понимает этой любви для это непонятно то есть человек в эгоистичности стоит принять не может он просто не может этого принять и понятно почему него и обижаться то нечего вот так что не находит вот та любовь любовь твоей истинной сущности отклик в сердцах людей соответственно к этим людям которые забаррикадировали свою истинную сущность эгоистической сущностью к нему возникает естественно чувство сострадания сострадание это невостребованная любовь ты с любовью человек закрывается и ты сострадаешь ему страдаешь прямом смысле потому что знаешь что есть другая жизнь другой мир другое состояние другое сознание он бедный зажался и думает что у него вот все в порядке да на самом деле ты понимаешь что ты совершенно другом качестве поэтому знаешь что она есть что она существует знаешь как стать тем кем надо стать ты понимаешь и говоришь это только потому что ты был и стал а человек который не стал а есть он не поймет потому что он в одном состоянии а ты в двух состояниях ты хорошо знаешь то что было да и ты хорошо знаешь что есть теперь поэтому ты имеешь право сказать но никак не навязывать никак не пытаться человек навязать вот этот путь и то что ты считаешь нужным и правильным потому что отлик должен быть найден только в сердце если есть духовный дар если есть вот хотя пусть несколько деформированная но все равно вот та вибрация которая способна наладить связь между истинными сущностями людей то тогда это будет иметь положительный результат если люди не готовы принимать вибрации любви которая психическое существо буквально источает то многие домашние животные это не только домашние на это способны животные четко это понимать и дети маленькие маленькие дети маленькие дети очень это чувствует они чувствуют эту любовь и это понятно наверно почему потому что это еще не сформировалась истинная сущность пока еще вот открыто и дети очень чувствует у них есть приемник у них есть от приемники они это ощущают я на животных и на детях проверял то есть опыт на людях и на животных после духовного рождения были вот это факт то что вопроса что ты там среди животных кого-то любишь кого-то не любишь после духовного рождения просто быть не может любая живая творюшка она твоя ты со временем а это позже уже будет когда нарабатывается новая тонкая структура вибрационная вот на базе этой родившества истинной сущности ты понимаешь что животные мир или все животные это твои дети ты как родитель животного мира понятно наверно что царство природы имеет свою иерархию если господь наш родитель наверно да вот то высшее что над нами то мы наверно то что под нами животное царство мы его родители и вот ощущение что любое живое существо твой ребенок это странное ощущение очень странно наравне с твоими детьми ты любишь вот и кровными детьми ты любишь и животных любых животных у меня дочка тогда удивлялась действительно было у нее всплеском вот когда она спросил папа ты меня любишь она чувствовал что я люблю я буду люблю а как-то меня любящим как кота для меня это был шок как кота я его миленькая если бы я не любил кота так как его люблю то и тебя бы так не любил но она естественно тогда не поняла много позже на разобралась вообще в чем дело сейчас ко мне внучка вот она проходила выходной день это младшая внучка моей дочери . я ее вижу очень редко просто так получается что редко я ее вижу может быть несколько раз в год разы можно посчитать ты вот она пришла ко мне села вот так прижалась и все я ее одну насчет делать ее так немножко так стороночку нет она все равно прижимается но потом она исчезла забрали его родители они меня привезли там посидеть надо было с ней выходной и потом она передает передает дочке моей а дочка моя ко мне приехал ей нужно было там забрать одну вещь и она говорит мама поцелуй моего дедушку обязательно приезжает меня целует тебя ксюха просил поцеловать поцелуй моего дедушку обязательно ну вот ведь вот тут без вопросов такие интересные вещи с детьми конечно тут особый вариант их надо очень бережно выводить в жизнь очень бережно это ответственность родители прямая никто вам не поможет если вы сами этого вот не сподобитесь сделать а сейчас я предлагаю вашему вниманию еще один вариант нужен мягкого духовного рождения у женщины которая следовала путем молитвы там сдачи всевышнего использовал своей работе и активную медитацию под жиду кришна модте о которой мы говорили то есть пребывать здесь сейчас видеть все что происходит в твоем уме фильтровать соответственно то есть пребывать в реальном моменте времени выделив наблюдателя и путь молитвы то есть она совмещала эти два варианта работы вот ее письмо начале декабря 2003 года у меня появилось внутреннее знание что скоро произойдет мое рождение в духе это было тихое знание но тихое знание это значит плод где-то внутри не зашевелился есть ощущение что что-то что-то должно произойти я как бы знал это но никакие сроки мной не назначались я не торопила процесс это знание перемежалась с сомнениями и мелкими страхами но доминирующим было ощущение глубинной радости недели две я пребывала в таком состоянии как-то придя на лекцию александр васильевич и на нашу лекцию я встретила в который неожиданно задал мне вопрос когда будешь рождаться ну ходил к нам парень один такой что ли ориентированный оккультного очень чувствительный сенситивный был руками что-то мог делать там врачевать вот и вот он ее спрашивает когда будешь рождаться и вот она говорит вопрос мне показался смешным поскольку внутри я знал что рождение не зависит от меня я просто сдалась высшей силе понимала что все теперь зависит от времени плод должен быть вынужден до определенного срока духовный плод естественно мы сели рядом с выем взял мои руками вместе стали слушать лекцию я почувствовал исходящее от в тепло она пронизывал все мое тело от кончиков пальцев ног до макушки головы тепло пульсировала во мне и выходила в окружающее пространство через конечности мне было очень хорошо приятно и спокойно так мы просидели половину лекции я поняла что вы хочет простимулировать мое рождение но внутренне я прекрасно понимала что это зависит не от него и не от меня было такое состояние что я стала засыпать но в это вскоре прекратилось вы сказал мне что скоро со мной должно что-то произойти но он силился видимо ее родить как повивальная бабка но показать свою силу сказать вот я какой но ничего у него не вышло она понимала прекрасно что вот это его было старание но он очень чувствовал что действительно у нее что-то должно в ближайшее время произойти но сенситивный человек действительно очень чувствительный этим вечером я пришла домой легла спать и то ли я была в состоянии ментальной накрученности то ли действительно настало время начался процесс через стопы ног меня вошло что-то мягкое она понизала мое тело мне было приятно и в этой благодати я заснула он через стопы вверх силу ходила через макушку просто поднимала сила как бы наливаясь в тело снизу вверх ощущение что через стопы ног входит на самом деле это не через стопы ног входит входит макушка надевает наполняя тело она пронизала мое тело это тепло и в этой благодати я заснул утром я проснулась подробно сейчас уже не помню но мне показалось что мое подключение к вы было неоправданным но как сложилось так сложилось я просто отпустил эту ситуацию вскоре я серьезно в кавычках она пишет серьезно заболела какой-то простудой и при этом все мое существо внутренне осознавала что это простуда дана мне как защита от домашних персию от мужа чтобы не было расспросов о моем внутреннем состоянии то есть она сказалось больной а на самом деле но все это было как раз таскать было как раз перед родовая симптоматика и она так тихонечко прикрылась вот болезнью несколько дней я лежала в полудеме в простуженном состоянии чувствовал что во мне что происходит я не занималась анализом а всем своим существом отдавалась происходящему процесса она говорит замечательную вещь я не занималась анализом а всем своим существом отдавалась происходящему процессу умолчал не спрашивал не задавала вопрос мне не звонила ничего могла позвонить рассосали бы этот процесс как только человек взводит значит у него в сомнений кейт появились и он все ты услышал и сам процесс ушел на второй план потом жди когда он опять начнется она решила продолжать без вопросов правильно то есть меньше задавайте вопрос когда с вами происходит кардинально отдавайтесь полностью себе доверяйте стопроцентно периодически меня посещали ужасно смешные мелкие страхи например что не успеют прихода мужа приготовить ужин но если бы это был самый главный страх то тогда все в порядке до будучи больной как тут я проснулась растворенной в нежном вибрационно-волновом движение это было необыкновенное ощущение единство всего сущего но очень тонкое не яркое ощущение без экзальтации без особой восторженности затем я занялась домашними делами в какой-то момент что-то делая на кухне меня вдруг посетил страх и даже не страх а чувство ответственности перед будущем что со мной будет будущем я не знаю но я сдаюсь ради того чтобы это неизвестное мне будущее наступило был страх зато смогу ли я выдержать все что на меня возложится в будущем в какой-то момент я четко осознал этот страхи на пике моего осознания меня вошла любовь но любовь не шумная тихо и нежная глубинная глазах появились слезы все мое существо пребывало в тонкой щемящей радости огромное чувство любви возникло к Александру Васильевичу моему сыну ко всем моим родным наверное к мужу да если ко всем родным знакомым ко всему моему окружению что-то необыкновенно тонко извиняющие чистое светящие хрустальные было во мне мне очень хотелось позвонить ли ясен Васильевич рассказать ему обо всем но я понимал что в этот момент я не смогу ничего объяснить кроме как сказать банальное слово любовь который никак не отражало истину я понимала что я рождаюсь и вдруг моем сознании стали всплывать образы моих друзей и знакомых потом мой внутренний взгляд обратился на одну из моих подруг с которой мне очень много связано и вместо любви к ней я почувствовала стену непреодолимую преграду я поняла что у меня нет любви к ней но это было не не любовь а некая пустота и тут же у меня возникла мысль что такого не может быть если я родилась духе и то должна все-таки испытывать чувство любви ко всем абсолютно ко всем а по отношению к ней к своей подруге какое-то непонятное чувство я засомневалась в том что произошло рождение и приняла происшедшие со мной за некую репетицию рождения но я знаю то ее подругу они долгое время в мире занимались в какой-то там эзотерической школе но к счастью вот эта женщина не повредилась а то подруга была задатками оккультизма на эти вот такие оккультно ориентированные личности она там здорово повредилась и в общем-то ее прихватили эти силы и начали использовать манипулировать ее сознанием она была потеряна что для эволюции для духовной работы вот так случилось вот она вспомнила эту подругу и не могла ее прочувствовать не было связи там пусто было после этого события и она засомневалась что она родилась духе потому что вот и какое-то чувство странное было вот к этому человеку казалось подруга она но она должна по какой-то испытывать чувство к ней теплое после рождения этого не было после этого события продолжает она у меня было у меня три дня текли слезы слезы благодати слезы радости это были не синтем это было не сентиментальное состояние то есть это не витальные слезы были это было состояние благости это было раса души его но благодатные слезы были прошло несколько дней и по внутренним ощущениям я поняла что рождение состоялось глубинная ничем не омрачаемой радость теперь присутствовал мне постоянно окончательно мое сомнение развеяло разъяснение сан васильевич по поводу отсутствия чувства любви к некоторым людям ведь не все в состоянии принимать вибрации любви их психическое существо глубоко замурована а его настолько сильно что вибрации любви встречает непреодолимую преграду их таким людям испытывает чувство сострадания вот она испытывала чувство сострадания к этой подруге они было ощущение острой любви связи то не было вот сострадательная вот любовь она не понимала что это такая она дома что ко всем должно быть то есть чувство одинаково момент рождения произошло осознание на уровне сердца без слов что происшедшие со мной очень очень серьезно что это огромная ответственность это не страх но что-то страшное по уровню ответственности перед людьми вот и все вот хорошее интересное заключение что она сказала что это ответственность это аванс это то что ты получила этим надо распорядиться правильно не позволить его скушать вот эти духовные наработки и позволить развиться духовному эго вот то есть возомнить себя духовным лидером и вполне состоявшимся и готовым всех поучать вот в этом новом в своем состоянии где где-то лет эдак надо 10 помолчать понятно а люди зачастую сразу после духовного рождения кого на него состоялась они начинают проявлять эгоистическую активность лечить всех осчастливить любовью всех одарить то есть начинает выбрасывать себя вовне вот выбрасывается во мне что наша витальная сущность эгоистическая сущность вот здесь надо ловить малейшие проявления да это хотеть что-то кому-то помогает спасать человечество лечить ну много всяких можно этих проявлений нашего я в этот перечень включить согласны вот здесь бдительность после духовного рождения выходит на первый план вы должны в зачатке самый момент вот проявление в первый момент все эгоистические тенденции все эгоистические позывы просто гасить видите что это в тебе проявляется а вот еще один интересный пример духовного рождения зрелой женщины на пиолог по специальности долго искала по жизни дорогу дорогу к истине и когда нашла ее она использовала своей работе молитву в сочетании с практикой активной медитации то есть вот этот медитативно молитвенный вариант ей было правильно использовать вот что касается ее жизни то что предшествовало ее становлению сознательному на путь то было в жизни много всяких неприятностей как раз после революции 91 года она потеряла любимую работу она не поехала с мужем которого пригласили работать за рубеж потому что родители отказались уехать родители были тяжело больны безденежья отсутствие работы в общем достаточно серьезные потрясения которые заставили ее в прямом смысле смириться вот зачастую обстоятельства тяжелые жизненные они нас просто заставляют смиряться принять все как есть коль мы не можем их изменить возмущаться по этому поводу глупо наверно да и вот эти обстоятельства заставили ее смириться с какого-то момента она приняла это как должное как факт и вот она прислала мне письмо в газете аргументы и факты я прочитал маленькую заметку а зинаиде баранова и предложение купить книги сан васильчик лео свобода от смерти уроки из будущего но первые мои книги издавались в издательство ив в одном из номеров этой газеты вот была реклама вот по поводу их вот этих первых двух книг предложениях купить я прочитала эти книги и поняла что это именно то что я так долго искала я позвонила по телефону указано в книге пришла на занятия к своему обычному образу жизни я добавила медитацию на кончик носа перед сном точнее у меня легко получалось смотреть ли прямо перед собой либо концентрировать взгляд в область сердца то есть она правильно поняла что выше линии глаз не надо концентрировать сознание либо кончик носа либо прямо перед собой но не выше и в сердце есть три точки в которых удобно и можно и нужно концентрировать эту энергию если ты используешь медитативную практику и тогда ты инициируешь нисходящий поток тогда поток чисто механический вот по факту от вашей концентрации идет вниз тянется потом занятиях я долго не могла для себя сформулировать что же конкретно нужно делать в обыденной жизни затем месяца через четыре я поняла что в течение несклет я практически виду рекомендуемый образ жизни только без активной медитации но мы говорим о образе жизни осознательной дисциплины о смирении о приятии всего как есть до нас конечно эту женщину я не знаю она ходила на наше занятие ко мне ни разу не подходила когда с ней состоялась она прислала мне письмо ни разу никогда не подошла я даже не знаю если одна она появится и скажет это я прислала письмо я ее естественно узнаю что если я кого-то один раз увидел я запоминаю меня память зрительная замечательно цифры не помню там буквы не помню имена фамилии не помню а вот ситуационно память у меня она пишется мне памяти мозга нет уже наверное то то что как записная книжка до компьютер меня другая память теперь я понимаю у меня та самая память которая может воспроизвести все все что угодно что однажды я когда-то в какой ситуации оказался я теперь понимаю как талантливые писатели гениальные писатели вообще пишут все сцены которые они пишут как правило это то что происходило с ними жизни там с добавлением с некими купюрами они просто воспроизводят эту ситуацию памяти психического существа и можно писать 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 до самых мелочей просто вообще ситуация она уже есть ты просто ее пишешь вот шмелев писал вот то что лето господнее богомониям написано написал память ребенка она записала все он просто воспроизводил ситуации в полном объеме ну каким дополнениями возможно с кем-то купюрами да но полностью полностью он писал из состояния вот этой памяти глубинной то есть прикрываешь глаза вся эта картина и ты ее просто пишешь она у тебя есть с чувствами с ощущениями с эмоциями там все есть что вот эта женщина на мне не представилась во очередь хотя ее видел естественно и неоднократно видимо видел вот и вот она говорит что она практически вела то рекомендуемый образ жизни только без активной медитации а духовное рождение и состоялось спустя четыре месяца после начала занятий вот она продолжает вскоре после нового года 2004 года у меня возникло состояние среднее между нормальным и простуженным вот опять простуженность ощущение такое чтобы першение в горле какие-то катаральные явления ну поток идет побольше вот этот центр энергетический он с перебором энергии вот отзывается состоянием простуженности однажды утром до около месяца это ощущение простуженности постепенно усиливалась и нарастало ощущение что он должно хоть как-то разрешится однажды утром я проснулась с ощущением что вот-вот кризис все-таки разрешится меня ломала знобила было как-то муторно я пошла на работу поток большой пошел ломала знобила кости суставы муторно тошнота понятно наверно что усиление потока вызвало вот такие реакции в теле в организме клеточные реакции в частности я пошла на работу весь день это состояние усиливалось вечером я легла спать с ощущением сильного жара хотя температуры не было холодный жар ты ощущаешь жар но повышение температуры нет холодный жар субъективная жарко а на самом деле тело сохраняет нормальную температуру меня знобила и казалось что я окончательно заболеваю ночью я проснулась с удивительно ясным ощущением что вся моя жизнь прошлая жизнь являлась полным поражением смотрите ночью я проснулась удивительно ясным ощущением что вся моя прошлая жизнь явилась полным поражением то есть то что было до того это поражение сплошное поражение я ясно поняла что попытка построить жизнь по своей воле не может привести ни к чему другому кроме как полному поражению вот когда мы эгоистически пытаемся выстроить свою жизнь как бы нам хотелось а имеем душе духовный талант имеем себе духовный талант наша жизнь пойдет наперекосяк обязательно у кого-то все нормально таланта духовного нет и жизнь у них вот по какому-то их сценарию выстраивать но когда ты его имеешь и зарываешь его не реализуешь его все идет наперекосяк то есть кармический педагог начинает так те самые формировать твои социальные всякие и физические психо физические аспекты жизни именно так чтобы ты в конце концов застанал и задал вопрос за что а что делать как почему вообще все начинать понятно это удивительно удивительно и вот она это поняла она поняла что она пыталась выстоять жизнь по какому своему сценарий но все пошло прахом и тогда я сказала господи благодарю тебя за то что ты помог это мне понять то есть вот этот покаянный акт покаяния господи спасибо я все это поняла и ты дал мне эту возможность дал возможность это понять продолжает она я полностью принимаю всю свою прошлую жизнь и отдаю себя в твои руки отныне да будет воля твоя аминь то есть по сути она вот в этот момент ночью когда поняла что все ее происшествия жизнь окончилась полным поражением она обратилась искренне в господу и сдалась талас в его руки не сопротивление не колебания искренне ждать что единственное требуется человек в этом состоянии она это сделала на это сделал дальнейшее говорит она словами можно описать как разрыв или дискретность бытия в одно мгновение я говорю да будет воля твоя а в следующее вокруг меня разлит сияющий свет все есть свет и я есть этот свет между этими двумя состояниями не было перехода это был просто незаметный скачок я ощутил умиротворение радость покой тела больше не существовало я сама была световым шаром шар стал плавно расширяться и наступила полное слияние со всем сущим незаметно я заснула а утром проснулась совершенно здоровой с глубинным радостным ощущением что началась то новая жизнь наконец как будто секундомет сбросили на ноль и пустили заново началась новая жизнь вот такое удивительное письмо сдача искренние сдачи в критический момент другого ничего от нас не требуется никто еще не придумал иных вариантов а сдачи надо начинать как можно раньше то есть сама по себе нашим само по себе наши внутренние состояния должно быть ориентирована именно все твоя воля господи то есть на сдачу на сдачу на сдачу если этого не будет если мы будем надеяться полагаться на что-то чудесное до иное не из этой области либо на свою волю на какие-то свои силы и средства то у нас ничего из этого не выйдет только сдача только искренняя сдача решает эту проблему достаточно быстро